Ремонтные работы на участке улиц Абая у Ельбекова завершены ранее, до начала прошедшего отопительного сезона. Через эту тепломагистраль теплоэнергию получают более 50% домов Кокшетау. Состояние магистрали на постоянном контроле руководства региона. А вот реконструкция улицы Габдулина идет полным ходом. Подрядчик Кокшетау Автодор. Стоимость проекта более 985 миллионов тенге. Реконструкция дороги предусматривает собой реконструкцию магистральной тепловой сети диаметром 720 миллиметров. Здесь у нас какой диаметр был? Здесь существующий, такой же 720 был, только металлическая была. Это мы постоянно сремонтировали? Да, совершенно верно, Ермей Гурамбайович. Сейчас уже будет устроена новая труба ППУ изоляции с отводами СОДК для мониторинга порывов. Ермей Гурамбайов еще раз подчеркнул, важно как соблюдение сроков, так и качество. Отремонтированную улицу Габдулина обещают сдать в срок, к октябрю. Градоначальник Амангельдис Маилов доложил о ходе ремонтных работ и в других микрорайонах областного центра. Какие еще дороги мы делаем? Габдулина, Бебичелек делаем, микрорайон полностью. В рамках текущего ремонта полностью мы охватываем все основные улицы. Это в Шанхае две улицы Лермонтова, Тюленина. По вашим поручениям по Красноярским трассам мы шесть заездов полностью сделали и поперечную уже отсыпали БУ асфальтом. Две улицы мы сегодня делаем в Берлике дополнительно. То есть не только в городе, в центре, скажем так, Краснояр у нас двигается, там сколько мы делаем? Там 25 улиц охватывается. 25 улиц стоимость? Стоимость около 800 миллионов. На тот случай я об этом спрашиваю, когда говорят, все деньги только в центре. Не только в центре, везде мы, везде добрались, везде будем делать. Следующим на очереди объектов – дворец культуры Кухшетау. Здесь ведется капитальный ремонт. Ермик Маржакпаев ознакомился с идеями и выслушал предложения. Теперь у нас вопрос на бюджетную заявку подали. Вчера нам расчеты дали. Мы на 30 миллионов давали. Нефлевел, вот Николай, он дал уже другие расчеты. Мы хотели сюда все-таки осовременить фасад здания, сделать LED-экран 6х10, вывеску, логотип и название ДК Кухшетау. Здесь могут потом рекламироваться все вот эти наши мероприятия. Хорошо. Он на энергию можем показывать даже, да? Хорошо. Он здесь будет филиал открывать, будет год гарантии, обслуживать будет. Только вот по свету хотели... Мы сейчас в этой компании пытаемся работать по городу. Три года они дают. И пусть три года обслуживают. Если три года обслуживают, тогда мы идем на это. Почему? Потому что это дорогостоящее оборудование. В рамках капитального ремонта создано 30 рабочих мест. В том числе и через центр занятости трудоустроено 21 человек. Акимобласти, обращаясь к представителям подрядных организаций, подчеркнул, что качество превыше всего. Потому должна быть полная ответственность и отчетность как по объемам работы, так и по использованным финансам.